Приветствую вас, если полезную в вашей утрате, в первую очередь хотел бы сказать, что потеря отца это несомненно удар для вас, это трагедия. Вот, то есть, конечно, понятно, что мы все не вечны, да, но все равно это участный город, когда теряешь близкого человека, вот, и я вам хочу выразить полезное в ней, в связи с тем, что он ушел. Я думаю, что я не знаю, как бы восприняли его смерть, может быть, он ушел по ней детям, путем оттарки, его прожив долгую полную жизнь, и вы в какой-то степени были готовы к его уходу, и, может быть, переживаете вы не так сильно. Как могли бы. Вот. Ну, эм, как правило, человеку нужна помощь в, спросите, там, что это, травма. Как правило, травма довольно, довольно серьезная, ну, для человек, для вас, для вас в том числе. Вот, поэтому, рассмотрите для себя возможность обратиться к специалисту, обратиться к психологу для того, чтобы прожить утрату. В ситуации с мужем мое мнение будет следующее, что, во-первых, очень похоже, то, что то, как он себя ведет, очень похоже на реакцию на поведение. Потрясение. Особенно, если, ранее, ничего такого не было, чего странно. Особенно, если, ранее, между вами все было хорошо. Хотя, вот здесь, судя по вашей реакции, судя по тому, как вы реагируете, я почему-то сомневаюсь в том, что между вами было все хорошо. Вот что-то мне подсказывает, что проблемы у вас с мужем в отношениях были и раньше. То есть, я, конечно, не знаю характер этих проблем. Я, не знаю, может быть, я и не прав, но для первого опыта конфликтов у нас достаточно жесткие реакции на, ну, друг на друга. Скажем так. То есть, когда люди не привыкли ссориться, то реакции, как правило, совсем другие, не такие, как у вас. Поэтому, не знаю, может быть, вполне вероятно, что у этой истории, которая вот сейчас происходит, может быть, у этой истории есть, ага-га, так сказать, какие-то препятствия. Так, есть предыдущие. Следующая. Скандал. Я понимаю, что вы находитесь сейчас в, мягко говоря, растрёпанных числах, потому что вы потеряли папу, и вам хочется поддержки. Хочется спокойствия, наверное, хочется внимания. Вот. Правда. Это вызывает вопрос, как бы, отношения с водкой. То есть, зачем прятать одну же водку? Почему не сказать ему прямо, что нужно оставить сосед? Почему не объяснить, что ничего вы не отдавали соседу, когда он проснулся? То есть, здесь больше вопросов, чем ответ, да? И почему-то мне показалось, что муж склонен алкоголем злоупотреблять. Тем не менее, скандал – это следствие определенных процессов. Таких, как страх близости. Таких, как проблема доверия. Таких, как невнимательность к своим чувствам. Таких, как тотальное сдерживание своих эмоций, своих ощущений, своих переживаний. То есть, вот, то, что между вами происходит – это результат вот этих моментов. Дополнительно, я предлагаю вам изучить психологическую игру «Конбайн». Она – это психологическая игра. Есть в интернете, вы можете ее изучить самостоятельно. Ну, это одна из тех игр, которые играют в семейный аппарат. Следующий момент. Может показаться вам не очень приятным. Я это говорю не с целью, чтобы вас как-то задеть, обидеть и так далее. Нет. Говорю я это, потому что мне кажется, это важно. В какой-то степени, манипулятивный подход к решению проблем. То есть, я надеюсь, пишите вы, что у него проснется цель. Это прикладывание ответственности на человека за ваши переживания. Это некоторые ожидания от человека, ну, условно говоря, то, чего вы ждете сами от человека. Вот. Понимаете? Какой момент. И это, в общем-то, перенос на человека того, что вы сами, в принципе, хотели бы. Вот. Конечно, вы можете сказать, что, ну, я его таким не знаю. Вот. Я думал, что он станет, ну, обратно, другим, каким он был. Вот. И, возможно, понятно. Но, тем не менее, обратите внимание, что вы ждете, пока у человека, пространство цель, уходите в обиду. Вот. Уход в обиду сложно назвать конструктивной моделью общения. Вот. Это модель для чего и обвинения, которые вы используете в диалоге с человеком, мол, совесть проснется к тебе или нет, или нет. Вот. Это, конечно, очень деструктивная модель общения. Для того, чтобы вам бы освоить более конструктивные, более конструктивные формы общения друг с другом. Вот. В этом, в этом может помочь психолог, в том числе психолог семьи. Дальше. Значит, вот вы пишете, сегодня я с ним не разговариваю. То есть, вот что, вот, а, что вы надеетесь добиться не разговариванием? Я вам скажу, что, как правило, не разговариванием пытается добиться только одного, числу вины. То есть, я с тобой не разговариваю, ты почувствуешь вину и что ты сделаешь? Это манипуляция, это, к моему большому, к сожалению, перекладывание ответственности, как я уже говорил. Ну и самое главное, это, пожалуй, как бы продолжающийся такой разлад, ну, условно говоря, разлад. То есть, ничего хорошего из такого подхода не получится, но важно другое, хотите ли вы это поменять? Хотите ли вы, чтобы было, например, по-другому? Вот что, на мой взгляд, достаточно вас. Если хотите, то новым навыкам общения мы вас, в принципе, вполне можем научить. Вот. Но, повторюсь, здесь вы пробегаете к манипулятивным, здесь, к манипулятивным способам общения. Да. Вот. При этом демонстрирую то, что не слишком хорошо, знаете себя не слишком хорошо, знаете свои чувства, свои эмоции и не слишком хорошо умеете их выражать. Поэтому, тоже, вас можно при желании научить обращаться с эмоциями. Лучше выражать их, не в скандале и так далее. Это какая штука. Не сложно увидеть у вас ожидания от мужа. Не сложно увидеть у вас такую борьбу между желанием человека наказать, как будто бы. И желанием, ну, образно говоря, сделать что-то так, как хочется вам. Вот. То есть, здесь угадывается некоторое недоверие себе. И, честно говоря, я довольно ожидаемо это замечаю. Потому что то, что вы хотите, чтобы другой человек догадался о том, что нужно вам, то, что вам хочется, чтобы другой человек поступал как-то. То, что у вас есть ожидание. Вот. Ну, ожидание к человеку. Это свидетельствует о том, что вы себе не доверяете. Что вы опираетесь, полагаетесь на человека рядом с вами. Вот это все это приводит к тому, что вы постоянно испытываете нехватку собственных ресурсов. И вынуждены запрашивают их у другого человека, вообще свою зависимость от него. Вот. Это приводит к различным негативным историям. Следующий момент, это, конечно, конечно же, конечно же, это сосед, который почему-то вам очень важен и которого вы не хотите подставлять, которого почему-то не поставили в известность относительно того, что произошло с вашим отцом. Вот. То есть, понимаете, у вас такое ощущение, что приличное количество недоговоренностей, приличное количество недомолок, приличное количество двусмысленностей во фразах, при том, что вы, как будто не доробитесь, их разрешат, разъяснят. Либо я, конечно, чего-то не понял. Такое тоже, в принципе, может быть. То есть, мне кажется, что то, что происходит сейчас на неком глобальном уровне, связанном с тем, что вы не позволяете себе быть настоящим. Вот так я бы сказал. То есть, вы не позволяете себе реагировать на те или иные ситуации. Вы не позволяете себе реагировать на те или иные аспекты. Вот. И от этого вам очень и очень больно. Я так вот полагаю, то, что вы связали с тем, что вы связали с некоторыми трудностями. Я думаю, вас не присутствует. Ну, помимо тех, которые вы описываете в своем тексте. Я думаю, что эти трудности вас очень сильно изматывают психологически. Дальше. Думала, может, у него всё так. А уже не всё так. Сама не видит. Так. Сама не видит. Опять чуть не до скандала. Ну, вот. Чуть не до скандала. Тут, как бы, ваш план. По целе, мне даже видеть его не хочется. И это нормально. Это абсолютно нормально, что вам не хочется. Не хочется его видеть. Собственно, а... Извините. Зачем? Вам его видеть. Вы... Вам неприятно. Это нормальное состояние. Нормальное, что вам не хочется его видеть. Ваня, как вы это до него донизирует. Знаете. Ваня, как вы привыкли обращаться со своими чувствами? Потому что, если вы то, что вам неприятно, больно и тяжело привыкли выражать такими вот с такой формой, как вот вы показали, то я думаю, что это вполне может привести к названию общих отношений, потому что при такой форме взаимодействия, да, испытать условно говоря близость, вот испытать близость, ну практически неважно, что такое близость, да, что я имею ввиду, ну что я имею ввиду, чтобы понять, например, что человек рассказывает, да, понять, что на самом деле там что-то, ну что-то, что-то другое совсем было и чего-то другого вообще человек хотел, да, вот. Так вот, никаких шансов на это не остается, понимаете? Потому что у вас такая вот, ну достаточно воинственная получается форма выражения своей боли, вот. И вот это самое главное, что не удовлетворяет, все равно варите в своих собственных эмоциях, вы варитесь в собственной злости, например, вы варитесь в собственном негативе, например. вот, и как бы вам очень и очень трудно и тяжело, понимаете? Какая штука. Я бы сказал, что вот наша задача, задача, ну вот наша задача, 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 как психолога, да? Вот. Она что мы заключаем, чтобы помочь вам научиться выражать свои чувства, выражать, научиться выражать свои эмоции так, чтобы вам это принесло наслаждение, чтобы вы чувствовали, как проживаете свои эмоции, чтобы вы чувствовали, как они пускают вас. А сейчас, вот, эмоции, ничего такого нет и близко, вот. Я думаю, что вы сами в какую-то степень это чувствуете, чувствуете. Такое ощущение, как будто вы в клетке находитесь и из этой клетке никуда не ути. Понимаете? Вот. Это очень тяжело, я бы сказал. Очень тяжело и больно. Да. Поэтому вам это очень сочувствую, потому что вы оказались в такой, действительно, жуткой ситуации, вот, из которой нет выхода в привычных формах общения взаимодействия. Ну, а повторюсь, здесь невозможно без контекста. То есть, для меня совершенно очевидно, что есть некий контекст, вот, который вы нам не рассказываете, вот. То есть, вы берёте конфликт изолированно. Но вряд ли бы у вас, что называется, кипело бы всё от наглости. Если бы это был первый конфликт. Если бы это был, ну, вот, первый раз, вот, когда, вот, вот, ну, вот. Такая ситуация произошла. Скорее всего, вы бы сразу подумали, что с мужем вашим что-то не так. Скорее всего. Так вы кипите, кипите от его наглости. Вот. И я не думаю, что случайно. Да, какие-то, какие-то проявления уже были до этого, но вы терпели. А сейчас это уже перешло, что называется, точку, ну, определённую точку кипения. И вы, условно говоря, больше терпеть не в силах. Вот. Поэтому я думаю, что обратиться вам нужно к тому, где и в чём вы себя сдерживаете, если сдерживаете. Вот. И просто учиться выражать свои чувства более конструктивным образом. Вот. То есть не держать их в себе. Игнорирование – это, опять же, манипуляция. Манипуляция – это воспитание. Это ни к чему, ни к чему хорошему не приведёт. Кроме озлобленности или чувства вины. Чувство вины создаёт внешний элемент позитивных изменений. Но, по факту, человек, который действует из-за чувства вины, он не понимает, что, ну, условно говоря, так больше терпеть себя. Он это делает, чтобы просто не испытывать чувства вины. Поэтому не обманывайтесь. Пожалуйста, вот, ну, вот, в этих, ну, в этом контексте. Вот. Не обманывайтесь. Тут как бы иллюзия. Собственно, ну, создаётся иллюзия такая, к сожалению. Вот. Поэтому такой вот момент. Дальше. Ещё есть ситуация закручилась. Что делать, когда сосед придёт, ему муж скажет, а что именно он ему скажет? Что скажет именно? Не хочу постараться соседа. Как? Я не очень понял, как бы постараться соседа. Не хочу ставить им, чтобы собрать скандал не поднял. С чего бы ему поднимать скандал. Я не очень, не очень, вот, понимаю, с чего бы ему поднимать скандал. Ведь, по сути, это означает, что бутылку вы не отдали соседа, не посетили. Вот. То есть, как бы, не очень понятно здесь всё о чём говорит. Денис не зафужил он. Кто он и чего не зафужил? Я первый раз слышу, что бутылку водки нужно зафужить. Это у вас так работает, что нужно что-то зафуживать? Или как? Как это у вас работает? Работать просто. Просто вот. Хотел бы понять. Понимаете, да? Ваши мысли. Он должен выслужить. И тогда я что-то дам. Что-то дам. Вот. Знаете, какая ступа? Ну, тогда вы ставите себя таким образом, ну, выше него. Вот. Понимаете? Это всё отношение получается не на равных. Вы выступаете таким своего рода для него родителям. А мы больше ведём себя как ребёнок. Вот. То есть, почитайте об этом у Эрика Бёрна. Вот. Ну, это достаточно хорошо всё описано. Вот. Как поступить? Что бы что? У меня идея наказывает человека. Не буду сказать, бесполезно она. Всё хорошо. Ничего хорошего. Ничего хорошего, как правило, не даёт. Вот. Так что сложно достаточно сказать, чего вы здесь хотите понимать, какая история. Определитесь, ну, постарайтесь определить, чего вы хотите. Да? Вот. Вот. И уже, хотя вот этого можно будет вам помочь. А так, пока что. Я могу, я могу только про... анализировать то, что вот происходит в ваших отношениях. В том числе. Вот. Такой момент. На этом, пожалуй, всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вы... для себя... для себя... для себя... некоторые выводы сделали. Вот. И буду... ну, буду вам... благодарен... благодарен... за обратную связь... адрес... было полезно. В этом всё, желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что видео будет разрешено для нас самым лучшим образом.